идете по воровского поднимаетесь вверх а начинается скала скала на скале стоит монумент выберем как сказку и рассказывать привет телезритель ты сможешь проект перекличка сегодня мы составим рейтинг самых самых старинных зданий симферополя ох это будет интересный выпуск ведь столицы крыма достаточно много таких зданий сегодня вы сможете узнать их историю посмотреть на них а потом и вовсе посетить мы вам расскажем все адреса а сейчас как обычно мы с моторочкой за ответами а мы смотрим какое здание заняло третье место по результатам онлайн опроса дом графа воронцова одно из первых зданий города симферополь его еще иногда называют маленький дворец а находится он на территории ботанического сада этот памятник архитектуры был построен 1827 году за 192 года его посетило много известных исторических личностей а в сентябре 1837 года во время путешествия по крыму император николай первый останавливался в этом доме когда задерживался в столице для открытия таврической губернской выставки с началом турецкой войны граф воронцов отдает свой дом под госпиталь офицерам и особо отличившимся солдатам во время боев небольшая парковая зона хороший климат помогает солдатам быстрее поправиться после трудных боев после смерти графа его имение переходит к сыну семену на территории имения он высаживает огромный фруктовый сад меняется ландшафтный дизайн появляются четыре пруда и великолепные розари дом графа воронцова одно из самых красивых мест нашего города здесь приятно отдыхать и просто проводить время и он занимает третье место по результатам нашего онлайн опроса мы с матурочкой этот моя подруга мы приехали из села и хотим посмотреть на какое-нибудь старинное здание в городе какое старинное здание в городе музеи есть очень интересный музей он открыт да ну смотрите очень хорошее место музей там и статуи и камни как бы ну а тех времен очень интересно туда сходите мы посмотрим обязательно сходите сейчас в драматурге у нас привет привет но она не разговаривает к сожалению но она поздоровалась старинное здание в симферополе кинотеатр симферополь то есть на него стоит посмотреть на кинотеатр он работает или нет не часто он продвигается ремонт и ремонт и только можно посмотреть и все да ну да раньше он был но в лучшем видеть поддерживаешь я запишу возьми это крепко возьми держи возьми закрылась ки возьми она сейчас улетит у тебя то есть я с телефона запишу то есть кинотеатр симферополь самое старинное здание но кино там не крути да скажи ну пожалуйста какое старинное здание в городе 3 до старая старинная театр не будет то есть театр не будет а стоит его посетить с курицей или без ли с тобой курицы боюсь с курица не пустят ну стоит посетить поддержки запишу только ты держи за крылышки потому что улетит ну какой да вы уже знаете какое здание заняло третье место в рейтинге самых старинных зданий в симферополе еще об одном я хочу рассказать она была построена в 1907 году зданию позади меня 112 лет когда ты здесь жила семья раковых глава семьи раковых метрофан дмитриевич был симферопольским градоначальником но история не о нем а пример министре великобритании уинстоне черчилле в феврале 1945 года самолет черчилля приземлился на аэродроме в городе саки потом его на машине везли в ялту для участия в знаменитой конференции с иосифом сталином и франклином рузвельтом но по дороге в левантийский дворец он остановился в симферополе на короткий отдых в этом доме примерно на час черчилль остановился в доме на улице шми до 15 так как он располагался недалеко от маршрута следования тому же здание само по себе очень красиво кстати когда черчилль здесь отдыхал в парке находилась ценная зенитная батарея на его охрану а мы переходим ко второму месту на улице киевская 4 расположен вот этот дом с виду покажется что он совсем не примечателен но это не так дело в том что это здание построили в 1787 году сейчас ему 232 года а симферополю 235 лет представляете это здание на немного младше симферополя но выглядит он как обычный дом только табличка на фасаде говорит о том что это историческая постройка жильцы дома своими силами провели реконструкцию и здание уже потерял свой первоначальный вид зато мы знаем кто жил в этом доме в 1820 году его приобрел известный врач и общественный деятель федор карлович мельгаузен здесь становились такие известные деятели культуры как айвазовский сиров жуковский и даже пушкин одноэтажное здание с мезонином крыто черепицей классический пример барского дома конца 18 века вот так оно сохранилось до наших дней а вот этот пятиствольный каштан не просто так огражден это дерево охраняется законом существует мнение что под ним любил отдыхать пушкин и мельгаузен вот вам и просто дерево и так теперь вы знаете что дому на улице киевская 24 больше чем 200 лет это одна из самых первых построек в городе и у нас он занимает второе место в топе подскажи ну пожалуйста какое старинное здание в симферополе церковь церковь какая их много то есть а где находится вот здесь то есть недалеко то есть церковь стоит посмотреть на церковь петра и павла подскажите пожалуйста какое старинное здание в городе старинные до симферополе идете поворотского поднимаетесь вверх а начинается скала скала на скале стоит монумент ну прям как сказали грех или рассказывать бывшая крепость и и стопастик обязательно нет но она просто старинная но посетить не стоит и я не знаю если любите культурно-исторические поверьте я в нашем месте посетим значит посетим мы с матурочкой это моя подруга мы приехали из деревни и хотим посмотреть на какой-нибудь старинное здание симферополе поездка нет за ничего куча хотя бы два чтобы мы посмотрели можно центр пройтись там допустим на музей краеведческий краеведческий музей а второе загс это старое здание то есть недавно симферополе не один год хорошо спасибо что поддержки я запишу только аккуратно а вот этого кори сдержали я вижу есть но я не помню где именно не помнишь а как они называются хотя бы я потом или втором городе какие-то есть старом городе ты старый город там будут старые здания выгодь выгодь старом городе там есть церкви наверно старые старые здания начали там все старое ну хорошо начнется поедем вы смотрите проект перекличкой мы составляем рейтинг самых старинных зданий в городе двумя способами онлайн и оффлайн если со вторым все понятно руслан и курочка-матурочка опрашивают жителей города то онлайн не так все просто интернет пользователи уже высказали свое мнение но остается главный вопрос какое здание заняло первое место в рейтинге и так что же это за самое старинное здание симферополя это безусловно мечеть киберджами она находится в старом городе на улице курчатова известно что она была построена аж в 1508 году хотя с первого взгляда и не скажешь что этому зданию полтысячелетия киберджами перестраивалась и ремонтировалась множество раз ее облик несколько менялся неизменным оставалось лишь одно киберджами всегда была центром мусульманской общины крыма известно что во время великой отечественной войны здание сильно пострадала и было в запущенном состоянии после войны там несколько лет находилась переплетная мастерская а в 1989 году мечеть была возвращена мусульманской общине и только лишь в 1991 году началась масштабнейшая реконструкция киберджами пришлось восстанавливать фактически из руин из целого что тут оставалось это были только две стены стоящий друг напротив друга метровой высоты и только лишь в 2009 году были отреставрированы все внутренние помещения для туристов киберджами открыто в любой день но во время чтения намаза заходить любопытствующим не стоит чтобы не мешать верующим на входе нужно обязательно снять обувь а женщинам накинуть на голову платок сегодня киберджами это главная пятничная мечеть всего полуострова тут находится и резиденция муфти и духовное управление мусульман крыма рядом находится медресе и библиотека которая содержит в себе множество литературы на крымско-татарском языке а в нашем онлайн топе она занимает первое место как самое старинное здание симферополе какой вы знаете старинное здание в городе симферополь наверное детскую поликлинику то есть детская поликлиника это самое старое здание ну а какой старинное здание на которое стоит посмотреть дом черчилля ух ты это интересно где находится кстати нам нам еще и один человек не советовал большое спасибо фрунзе большое спасибо на шмидта на шмидта поддержки запишу до курицы но она может начать дергаться только ты держи за крыльчки за крыльчки так крылышки так дом черчилля на улице фрунзе она шмидта на шмидта да мы полетели скажи пожалуйста какое есть старинное здание в симферополе кинотеатр симферополь это старое здание на него стоит посмотреть а он работает сейчас охранники охраняют ну чтобы какое старинное здание в городе я только недавно приехал прям симферополь за вообще не осталось все все не местные погодите оба откуда а там с верблюдами ходите да сверху рис нет да куриц нет до верблюда есть вероятно хорошо значит оба редкость чтобы погладили курицы и так пора подводить итоги нашей переклички сегодня мы с вами искали ответ на вопрос какое здание самое древнее симферополе в интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети а в реале руслан с курочкой матурочкой опрашивали прохожих по мнению интернет-пользователей занимает третью строчку дом графа воронцова вторую дом на улице киевская 24 а лидером интернет-голосования стала мечеть ким бирджами это мнение тех кто голосовал в интернете а вот мнение тех кого встретили руслан с курочкой матурочкой на третьем месте загс на пушкина второе место прохожие отдали старому городу а кинотеатр симферополь стал самым старинным зданием симферополе по мнению общественности вот такие дела ну что узнали какое здание самое древнее в городе узнали посмотрели матурочки даже вроде понравилось не вот всегда было интересно как ты это ее понимаешь интересные или неинтересно но у нас не уже давно общий язык ладно всем пока до встречи